не знаю я ошибаюсь или нет ребята он кто-то сидит он они тучала я думал гусь а нет гуси гуси это же гуси он они это гуси от меня где-то сейчас прикину 250 метров на она от меня где-то два гуся я думал на одной ноге сидит там для начала нет этого все ребята туда поближе приближимся насколько они подпустят но красиво красиво сидят белолобики нам уже подбить прилетели да поближе подойдем интересно как-то даже по снегу девушек гусей видишь на обычно уже когда все растает сейчас сейчас уже с мелкашкой можно в принципе шлепнуть я думал больше 20 50 метров сейчас ездя ну да смел кашка есть если здесь хорошо опять и зарадки с хорошим сбоем сидят все еще ребят подойду вообще рядом уже что значит без уже ходить достаточно она 70 метров вот они гуси вот это уже гуси у меня батареи как визит для спор банку подсоединил как же не вовремя сувидят летят они сейчас еще принципе с собой как ручные для не улетают уже зарядка он все улетели он тулан осторожился тоже увидели как опять сели мы сейчас на на где-то метров 200 вот так вот первые гуси которых удалось заснять на таком расстоянии такого близкое расстояние обычно они далеко сидят ладно не будем пугать дальше сходим сейчас уже конечно расстояние расстояние конечно уже сейчас далековато если только с карабина взять что стрелять нельзя весной с карабина с мелкашки чуть-чуть даже далековато надо уже точное расстояние знать все супер сидят ладно пойдем пока я пошли ну как видите вон что творится снежок у нас снежок криминальный гуси подлетает лебеди лебеди также подлетают но да сейчас уже сейчас каждый день еще у нас заморозки я верт по 5 рассмотрел минус минус 5 каждые каждую ночь холодно до 1 до 1 шалаша сейчас еще сходим и обратно и обратно сейчас провалив сейчас нет не полез знаю чувствует на она видели какая дорога у нас здесь ездят 1 шпалы тут ближнее уже в общем не в общем нет grogog лак 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 ног лак олак боится боится осторожен чай лак лак еще холодная вода и мужчины так не сразу они воду заходят Лок, 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 лок Та когда только А для беда, а для беда код на то е А ты там стой да, лок? Ей да молодец лок лок лок, 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 лок та че лок лок, лок, лок Молодец, давай 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 Лок! Не может перейти. Боится. Боится? Да? Лок! 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 Бывает, членки там оставишь за речью и может сутки там простоят, но не переплывут речку. Лок! 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 Иди, иди ко мне. Лок! 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 Боится, боится. Лок! 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 Фотографию сейчас сделаю. Пару фотографий. Лок! Нет, он не перейдет. рано еще по таким лужам переходить догадался догадался наверно давай обходи молодец умный гору не пойдет умный гору обойдет есть такое дело да молодец вот так молодец вот так талантик вот так самостоятельно подумал и обошел лужу пошли пошли дальше так еще какая история у меня была вот тоже лайка была черного цвета русско европейская лайка тоже с питомника брали ленивая ой блин ленивая собака была ужасно ленивая самосохранение ужасно у нее тоже было вообще не рабочая собака с питомника вообще не рабочая собака фигню там продает за большие деньги и она тоже блин за озером оставлю я на лодке там переплеваю за озеро оставлю круг такой сделать несколько километров смотрю но я уже забываю что собака там на берегу осталось придется вака сухая должна была перейти она сухая она всегда делала такие круги лишь бы в воду в воду не лезла на обходит озеро или еще какой-то ну водоем но через речку конечно уже надо было перевозить или даже не помню чтобы она сама переходила я долго но она на пару лет нам держалась собаку вообще сучка была и так не открылась не работала такие собаки не держу за год . в полгода уже в год она должна уже отдавать результат давать результат там или белку залаять там облаять или бродить а если больше года там некоторые семь лет держат надеяться что там будет работать это уже семь лет там уже три года вот сейчас пишут три года собака развивается но я жду уже в течение года чтобы собака давал результат но кабель он конечно подольше может быть подольше не откроется там может на второй год будет работать или еще дольше на . полгода уже должна работать на полгода ну в год в год максимум ну что тут шалаш тоже отремонтировали шалаш уже тут хоть него тоже готова здесь все зальет водой там еще шалаш железный тоже прошлом надо снимал показал и у меня он там еще первый шалаш который это второй шалаш который я делал несколько лет там охотился сейчас забросил то как видите она возле опушкой леса и долго там не открывается первый шалаш там у меня вот зато я пушкой там уже каркас один остался здесь тоже уже но этот этот рабочий шалаш здесь и любое время еще можно охотиться крыша не протекает ничего 3 шалаш у меня вообще в другом месте в другом месте и и далеко туда уже заходить не будем журавли ворот и в прошлом году снимал тоже поход по мосту там тоже жжали он опушка леса наружка леса вот за это опушка ли зато вообще тундра большая очень большая и вот там тусуется гуси журавли там они отдыхают но до туда надо заходить очень далеко очень далеко и ради этих гусей чтобы ждать мерзнуть не моих правилах я люблю так поохотиться там несколько часов или чтобы было укрытие такое чтобы не мерзнуть а подготовиться серьезно для такой охоты а что там в нас в снегу лежать сидеть мерзнуть так ну что тут ну как всегда планово море на весеннюю охоту там может быть до туда еще сходим посмотрим хочется тянет туда тоже каждый год вот жалко что вы же не взял я бы мог пойти этот напрямик и перейти этот большое озеро и небольшое болото и там дорога параллельно этой дороге поднимается другая дорога молодью и вот перейти и там уже по дороге спуститься там тоже бураница рыбаки всю зиму ездили без душ по на нас не держит конечно там вода нет здесь точно провалишься там вода уже под снегом если попробовать там можно я даже сапоги думал что нас крепкий на сегодня ночью такие заморозки средние были не такие крепкие конечно если зайдем вам туда на топу озера а это болото полоскаете белок надо ничего посмотрите какой ты дели какая вот такая сейчас будет еще переходной возраст вообще не будет послушным а планчик захочет подойдет очень серьезно собака вырастает очень серьезно что там какие витамины нашел длина длина это хорошо надо кушать пошли мои блины бесполезный дом сейчас там возле первого шалаша или до первого шалаша еще первый шалаш еще покажу посмотрим нас как держит если нас не лежит туда уже здесь не будем обратно будем возвращаться не держит нас очень жалко что не взял лыжи и вон там кругом уже открыто здесь канала глубина где-то но сандидра 80 это вот я в болотных сапогах перехожу и возможно перейти в болотных сапогах и течение здесь большое обычно там уже когда открывается все течением течет воды много бывает тут но бута таких бута ну вот можно летел ладно сейчас сходим еще до туда там еще обзор более открытый поснимаю еще там ай да на коны а думаю дальше нет смысла куда-то еще дальше идти а хотя выйдешь по ходу и все хочется дальше 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 идти побольше там походить тут тоже заброшенные шалаши кругом чего не знаю там вроде и охотники так азартные все забросили вообще рядом возле дороги не надо куда-то через болото переходить и заливает тоже отлично тут путиные перелеты хорошие вроде место нормально вот один же лоши там еще 2 заброшенные тоже он один он там 2 еще и тоже это правильная шалаши восход оттуда здесь вот хорошо заливает если тоже скосить там удобное место хорошие журавдиворот да да ветер сильный тоже северный может и к лучшему что вы не взял если взял лыжи конечно ходили бы побольше там прошлись но и ветрище там на пустыре там вообще ужасное дрище кулики очень много куликова там слышно о как поют вроде как слышал что она куликов запрет охоты не тоже хитрые некоторые стреляют а мне я пробовал это мясо у нее кулика не понравилось сладковата какая-то фиг знает как это специфический сам непонятные что за мясо такое лучше чирка я думаю ничего нет чирок это уже вещь маленький на хороший вкусное мясо у чирка так и что еще ну ладно будем возвращаться отличный поход получился перед завтраком так нагуляли аппетит пойдем собак еще накормим уже даже айда айда даже от думают переходить или нет но трясет там не под лапами все он проводится вон он 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 ели как проводился тулан айда то не пришла то почувствовала что-то неладное но ничего в 1 2 раз и научиться лак тулан опасно даже без собаки не держит куда-то влезть не будем ладно ну вот крещением тебя и я сырая молодец раз второй раз прогуляешься всякое еще придется всякой ситуации будешь и как сказать и вода и через что только не проходим на охоте слушать тебе а я иду говорю план вот так такая охота такой походу тебя давай ты поваляйся там айда обычно валяется потом кувыркается и сушить себя так айда это брюхо стоя это не провалился а ели как открыто открыто там все поэт до видишь все поэт там ладно пойдем пошли обратно обратно может еще гусей увидим поснимаем хотел думал сегодня увидим лебедей что-то сейчас в эти дни лебеди много косяков увидели пролетали говорят мужики я еще ни разу не видел кряку тоже несколько партии уже говорят были одиночки там партиями вчера тоже и гоголи 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 гоголь на гоголи утка гоголь тоже видели и еще вот эти косы как же он называется косы большая утка белая тоже рано нырковая там клювни у него узкий длинный и очень любит там мелких реках а летом можно встретить и гоняет хариуса как же это утка то косы большая утка и жрет вообще метод рыба хариуса облее после них хариуса вообще не остается это вторая выдра читай на как со звуком ветер крутит туда сюда прошлый раз тоже на рыбалка это начал монтировать а там звук вообще ужасный но ведь трища оказывается попадала на камеру так он сухостой сухостой там а прохова про сухостой вообще сейчас такая пародия закону жалоблен вот юмористы там где-то решают такие законы делают причем сейчас этот разрешили разрешили вот где вот болезни дерево свалилось там уже мертвое дерево лежит там можно их на дрова использовать можно увозить использовать дрова вот этот сухостой но нельзя пилить пилой эти дрова и рубить топорами вот лежит вот дерево бери но нельзя пилить и рубить вот такой закончик наше умное государство сделала пошла навстречу народу бери вон скажем дерево лежит там 10 метровое гнилое дерево бери себе мужик вези но ни в коем случае нельзя пилить и рубить вот так вот так что смекалка есть будешь дровами это в новостях говорили это я не я не сам я выдумал а это новостях на первом или на втором канале даже вот так вот что будем здравами этих валежников а бываешь там блин попадаешь на такие бурелоны что волока лежат целые волока этих валежников что там творится там ветер валит лес трогать нельзя вот так гниет и гниет не знаю почему ну вот свалилось дерево не не будешь же рубить там свежее дерево лежит валежник уже все высохло это же если человек возьмет уберет там противопожарно там все же меньше пожара будет таких сухостоев конечно понимаю если свежее дерево это запрет что вот свалилась гущей не видать ребята куда-то улетели перелетели видимо но вроде никто не ходил не пугал их может надумали куда-то перелетели иду напротив ветра и ужасно штормит не знаю как со звуком нарушена снимать здесь не буду сходили поснимали походе получился у нас пока пока зима в коме республика в коротковском районе именно на коме республика большая может и где-то южных районах конечно теплее на коротковском районе еще зима и не знаю когда потеплеет ходим еще в бушлотах спрашивают комментариях но вы даже в личное сообщение пишут как с пожаром ситуация как но у нас пока он жаров не видать потому что зима вот даже и лужи еще не растаяли может к обеду еще буду будет таять а там все все во льду государство надо сейчас вот смотреть погоду ситуацию для того как охоту открывать какое время что она не думает открытие охота открытие охоте охоты и в других регионах также смотрел от видео гусей там охоту также говорят как всегда открыли не вовремя гуси говорит нету вот так нету морозно до охота 9000 куда они перелетели то да не перелетели мы хотим далось заснять может где журавли может в ту сторону улетели но и ветрища что ты опять нашел что опять что-то где-то нашла нашел ладно еще на отключусь на речке а тут вечер сильный ветер у нас ребят я уже то есть вернее мы уже на подходе силу по своей бураницы уже идем в общем с болота пришли ничего больше не стал снимать ничего такое я не увидел никаких и синих перелетных птиц лебедей у так никого не видел такой походов у нас получилось вот еще за насколько там прогулялись два два с половиной часа рано и за это время еще снег вот что вот выпало на ветках еще не расстоял так что пока минусовая температура минус 3 с утра было тулан опять армоном пять лет стал идет мне устал пацанчик идет и кругами ходит туда-сюда не возле ног там он крутится самостоятельно бегает зовешь даже внимание на тебя не обращает сам по себе ходит 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 надумает вот подойти подойдет если нет так бесполезно звать его и также сейчас перейду речку и перейду речку и на поводок возьму его возьму на поводок потому что любит он по помойкам расстать все помойку обходит вам блин деревенские там это я не люблю у меня собаки сытые кормлю три раза в день и еще будут еще помойку помог если по помойкам еще ходить там всякую куда выкидывает там для всякую заразу химия там после этого как посуду помоют ли еще какие-то остатки еды там химикаты я стараюсь даю давайте собакам все у нас новую еду полезную эти полуфабрикаты вот колбаса молбаса это щенку ни в коем случае хочу дать ему все полезное чтобы уже он чувствовал настоящую еду и искал весу вас что-то ну вот еще наша речка это последний поход за речь я сейчас до открытия реки больше больше поход не пойду за речь я буду снимать возле дома или еще где-то но пока река не откроется все рыбалку закончил и за речь и походы тоже потому что уже еще видели каком состоянии река уже начинает открывать открываться и тому же переправу что-то там понял он смотрите мужики начали делать переправу потому что сегодня или завтра будет похорон что-то ремьянка не делает переправу по-другому никак потому что лед уже и держит человек человека там надо еще круг гроб перетащить такая ситуация у нас такая жизнь мостом разбирают каждый год это времянка мост тоже летом с лета до весны тоже осторожно просто переходим если конечно ну да по всему мосту они видели как работает ширина она на три доски можно сделает или четыре доски поднимаю ничего блин первый слой так для тех не остановилась на под ног когда лед уходит ну да сердцебиение конечно сейчас у меня давление зашкаливая держит нет так то лед человеческий вес держит на лед гнилой понимаете гнилой он сейчас но неправильно они делают без без этого уже переправе не будет два или три куба используя использовать досок но они после похорон сразу тоже разберут конечно далековато так никого и не узнаешь пила может у серпеевича бригада там работают может частные люди помогают друг другу вот таких влах когда похорон стараются друг другу помогать вода на пизду быстрее надо отсюда сваливать сейчас уже к обеду все расстоянно это ночной лед еще держит так и собаку надо сразу на поводок посадить наконец-то наконец-то на большой земле ландом для глубокого рискованно там бегаешь на открытого за все черные ладно ребята вот такой походу у нас получилось или два гуся просто прогулялись немножко показал каком состоянии между природа сейчас снег еще по колену может глубже весны пока нету холодно не знаю как с охотой будет на даже и воды еще такого нету чтобы какая там чтобы лед уходила спрашивать лед ушел или нет так про на этом буду фильм заканчивать всем спасибо и до новых встреч на пройдем комы и и и и и и